Друзья, привет! Сегодня второй день нашей прогулки по Гамбургу. Вышли мы из отеля, позавтракали и теперь гуляем. На моем фоне такой ратхаус, тоже очень такое знаковое сооружение. Если наберете в интернете, чтобы посмотреть в Гамбурге, найдете сразу вот это изображение. Ой, друзья, у меня сейчас немного плохое настроение, потому что мы сейчас шли по набережной. Там был вход в метро, и там сидело 4 человека, группа наркоманов, и они прямо на ступеньках готовили себе наркотики. Выглядели очень нехорошо, и так мне стало не по себе, и плохо, и прямо не знаю, как сейчас избавиться от этого отсадка неприятного. Хотим все-таки взять еще поездку на лодке по каналам, так что должно стать лучше. Здесь под навесом очень красивым собрано много разных ларьков. Ну, какие-то туристические товары, какие-то билетики, газеты. Но очень интересная вот эта конструкция зеленая. Она какой-то сеткой покрыта, наверное, от птиц, а вообще очень даже симпатична. Сейчас вблизи сниму еще раз ватхаус. Очень-очень красивый. Центральная башня шикарная. Часы потрясающие. Пол 12-го бьют. Мы сейчас взяли тур на автобусе по городу. Вот эта карта. Показать, на каких остановках мы будем останавливаться. Можно зайти на любую остановку, купить билеты, потом ездить сколько угодно, выходить на каждой из остановок. Гулять, потом через полчаса, кажется, опять заносить в автобусе и дальше ездить. Вы можете взять экскурсию на любом языке, потому что здесь есть наушнички, такие дешевенькие раздают. Включайте свой канал. На русском, например, сейчас канал 3. Включайте и слушайте. Ну, трудно слушать в наушниках, потому что так же по-немецки идет через громкоговоритель. Друзья, здесь в Гамбурге есть такая же улица примерно, как и улица Красных Фонарей в Амстердаме. Здесь очень много всяких казино, стрептиз-баров. Даже есть улица Сайн-Паулян она называется. И рядышком еще одна, сейчас забыла название, там тоже окошки с красным светом. Там выставлены женщины, точнее, сами себя они выставляют, и процветает проституция в этом месте. Мы, кстати, сейчас шли, когда здесь по городу очень много было бездомных людей. Мы подумали, боже, у нас в Мюнхене такого вообще нет. Но гид сказал, что их здесь столько же, сколько и в Берлине, и в Мюнхене. Единственное, что здесь город более толерантный, и якобы они могут лежать где угодно и располагаться где хотят. Поэтому их так хорошо и видно здесь. Но, честно говоря, я не знаю. По крайней мере, наркоманов, извините, на улице в Германии никогда, на улице в Мюнхене никогда не встречала даже ничего подобного. Мы сейчас приезжаем как раз в то самое здание, которое мы вчера с вами видели, а с другой стороны только за ним сразу начинается вода. Сейчас гид сказал, что 50% города состоит из вот этой водной части, поэтому он такой необычный. Друзья, вы могли удивиться, почему мы сами поехали покататься на автобусе, потому что, ну, вроде как я рассказываю про город, а сами катаемся и ничего не знаем. Я действительно совершенно не готовилась к этой поездке, так же, как и ко многим другим. Просто хотелось все увидеть воочию и вместе с вами все это посмотреть. Один раз, может быть, что-то, если интересненькое, мы бы тут нашли и сразу бы вам сообщили. Дело в том, что сейчас такая жара, вот я не знаю, сколько градусов, но не меньше 30, и мы просто изнываем от жары. Мы вышли, походили час, и так уже опухли ноги, и невозможно было дальше продолжать эту прогулку. Сейчас у нас небольшая остановочка, как раз вот здесь на Хафане, на пристане. Сейчас полчасовой отдых у водителя, плюс такая туалетная пауза, и продолжим с вами кататься и смотреть на интересные места. Вот, кстати, еще один способ кататься по городу, это вот на таких электросамокатах. Сейчас это вообще по всей Германии очень распространено, вам не нужно искать специальное место для этого, не нужно что-то предпринимать. Просто на станции, где вы нашли его через приложение. Не на станции даже, а в любом месте, где вы нашли такой самокат через приложение, можно заплатить за него и получить код, разблочить его и поехать уже дальше кататься. Друзья, вот эта стена, которую вы справа видите, она не просто так здесь построена, она служит как укрепительное сооружение на случай, если будет наводнение. Потому что в каком-то там 60-м году было здесь большое наводнение, и очень много людей погибло и остались без крови, поэтому сейчас во многих частях города можно встретить такие вот дамбы. Красивый мост проезжаем с фигурами. Это так называемый Шпайхштадт, то есть очень старинные вот эти сооружения, где раньше хранили товары, и жить на сегодняшний день здесь запрещено в целях безопасности. Вот, кстати, интересная информация, что с Гамбурга начались первые вот эти путешествия на лайнерах. Житель Гамбурга первый придумал, делал такие путешествия, и именно отсюда стартовало первое путешествие на лайнере. Ребята, это наш отель, отель «Атлантик», где мы с Денисом поселились. Мы сейчас как раз его проезжаем, и это очень знаменитый отель. Он сейчас, правда, на реставрации, видите, все подлатывают, подкрашивают. Здесь снимался фильм о Джеймсе Бонде. Отель был построен в 1999 году, и до сих пор пользуется популярностью среди всяких политиков и богатых людей, которые сюда приезжают и останавливаются. Очень интересный факт, потому что мы, в принципе, не знали об этом, когда сюда ехали. Вот по такой красивой аллее едем. Гамбург тоже может быть очень зеленым городом. Здорово. Друзья, вот здесь по левой стороне сказали, что у нас располагается новое жилье, современное, которое является самой дорогой недвижимостью Гамбурга. Вот такие виллы. Там была старая застройка, но также наряду с ней существует сейчас и новая. Это очень-очень дорого. Я даже боюсь представить, сколько это может стоить. Вот этот красивый старинный вокзал 1903 года. Дамтор. Вот эта церковь перед нами 13 века. Самая старая церковь Гамбурга. Друзья, вот еще пара видов на наш отель. Он очень помпезный. Вы знаете, я, честно говоря, не смотрела фильм с Джеймсом Бондом, но то, как нам сказал гид, там должен был подниматься сам Джеймс Бонд на этот купол. Но, естественно, маленький. Мы туда никак не попадем и вообще вход на крышу, конечно, не предусмотрен. И на нашем же этаже, там, где у нас находится номер, тут же есть спа-зон. Ну и все, конечно, в таком классическом стиле. Весь интерьерчик, старые такие зеркала. Вот. Мы сейчас немножко отдохнем. Очень устали. Очень сегодня жарко. Просто невыносимо. И будем потом уже выдвигаться на вечернюю прогулку. Но сначала у меня будет массаж как раз-таки в спа-зоне. Я буду пользоваться возможностью, пока здесь никого нет. Хотела снять эту бассейную цону. Зону, точнее. Слушайте, я уже по-немецки, на немецкий манер говорю. Она здесь такая простенькая. Все очень, видите, скромно. Вечером, конечно, когда этот голубой свет светит, то выглядит более эффектно. Также это было и на картинках в Букинг-коме. Но зато мы в центре города и вообще не пользовались общественным транспортом. Поэтому жаловаться не приходится. Вот с этой стороны есть еще инфракрасная сауна. И также есть обычная такая парная, общая для мужчин и женщин. Она находится там, где раздевалки. Друзья, уже вечер. Мы выползли из номера. Я после массажа. Такая расслабленная. И здесь какой-то, смотрите, прямо парад лодочек. Все выползли тоже погулять на лодочках. Я уж не знаю, что это. Снимают люди лодку и просто едут кататься по озеру. Точнее, это не озеро, это Альстер. Такой заливчик здесь тоже в Гамбурге. Который от наводнения когда-то давно образовался. И вот до сих пор существует. А у нас полутора километровая прогулка до ресторана. Стоим на мосту. Видно, что какие-то грибцы, какие-то у них соревнования, что ли, так быстро они плывут. Вот только что были здесь. Пока я включала камеру, они уже далеко уплыли. Ну вот. Еще один гид. Все купаются. Даже вот там всякие утки и птички наслаждаются водичкой. Вот это консульство США, друзья. Потому что там охранники. Мы удивились, что что-то должно быть особенное. Вот мы пришли на улицу, где мы сегодня уже были на экскурсии. Нам она очень понравилась. Мы решили через нее пойти в наш ресторанчик, который мы выбрали для ужина. Посмотрите, какие шикарные ивы. Хотела для вас их снять. Небо такое сегодня. Совершенно необычный рисунок на небе. Ну и ивы вообще, посмотрите, они просто плещутся в воде. Тут целая аллея этих ив. Вот здесь даже дерево подрезали. Со стороны там, где пешеходы. Потому что, ну, они реально, эти ветки висят прямо до земли. Друзья, чтобы не быть многословной и голословной, точнее, сниму все-таки правильное здание. Вот это вот консульство США. Вон он, флаг наверху. Сложенный, правда. А то здание было вообще какое-то просто офисное. Вот, что мы еще здесь отметили, что очень много бегунов и велосипедистов. Просто, вы посмотрите, какие толпы людей бегают и ездят на велосипеде. Мне кажется, в Мюнхене будет поменьше. Друзья, эти все чаечки, птицы, такие хорошие звуки издают. Мы прям наслаждаемся. Некоторые смешные, некоторые... Это бакланы. Да? Вот, мы теперь проверили и можем вам с точностью сказать, что вот эти птицы, которые сидят здесь в ледок, это бакланы. Вот некоторые, интересно, так растопыривают крылья и как будто бы сушат их. Стоят так долго, трясут ими. Необычно. Вот это вот высшая школа прикладных наук, Денис говорит. Вообще-то мы сегодня ехали, здесь где-то была вот как раз-таки Академия Мода и Дизайна. И это Рабенштрассе, Альта Рабенштрассе. Вот здесь такой сидит ворон, потому что Раба это ворон. Вот такой вот очкарик. Парковки для доцентов специальные, парковки там для еще каких-то учителей и так далее. Друзья, идем по такой красивой улице. Все такие домики интересные, очень много зелени. Вот, и вот встретили, например, Венесуэльское посольство. Прямо посольство на посольстве. Так, глядишь, и до российского дойдем. Ну вот, друзья, мы наконец-то заслужили свой ужин. Для меня покушать в гамбурге рыбу первое дело, потому что все-таки здесь это очень распространено. А Денис у нас предпочитает мясо, поэтому он всегда заказывает что-то такое мясное и сытное. Друзья, вот мы и нагулялись, успели до дождя. Начинаются первые капли. Нам нужно срочно зайти в отель. Я хотела для вас снять наш светящийся купол наверху отеля «Атлантик». Вот, гремит гром, сверкают молнии, все как надо. Вот, а мы еще хотим сейчас небольшой заплыв в нашем бассейне сделать. Ну что, мои дорогие, пришло время попрощаться с Гамбургом. Уезжаем мы обратно в Минхен. Что я хочу сказать про этот город, какое у нас оставило впечатление двоякое. То есть мы остались в Германии, тем не менее мы передвинулись очень далеко на север от Баварии. И нам некоторые моменты очень понравились. Конечно, этот портовый город со своей вот этой портовой атмосферой, летающие чайки жирные, да, вот это все, оно, конечно, очень привлекает вот это с эстетической точки зрения. Но, вы знаете, я уже много раз слышала, что Бавария такая зажиточная и заживавшаяся, можно сказать, земля, что, как бы, в других землях Германии, особенно в восточной части, не так все вылизано чистенько и аккуратно. И контингент другой, да, людей проживающих. Ну, я вообще не хочу никакие клише распространять и не хочу никого обидеть, знаю, что многие мои зрители живут по всей Германии и не только. Поэтому я здесь, ну, я не знаю, я не могу здесь точно что-то оценить и взвесить. Просто вот впечатление, да, что очень разноширочный народ здесь. И меня потрясло, что очень много бездомных людей, которые ночуют на улице, на картонках, там, штабелями лежат, возле зданий, на стройках, на вокзале. И очень много наркоманий мы встретили. Вот, буквально сегодня мы весь день провели с Денисом в зоопарке. Кстати, зоопарк тут просто потрясающий, но тут я ничего не снимала, но надо было, наверное, потому что это, наверное, самый лучший зоопарк из всех, который мы когда-либо посещали. Мы просто оба были в восторге, как дети. Возвращались с зоопарка, и с нами рядом ехал парень в футболке с коротким рукавом, у него все руки были сколоты. И это такое оставило осадок, такое неприятное ощущение, что, ну, прям, мне до сих пор плохо, я не знаю, когда я отойду от этого. Так что впечатления смешанные. А что? На лестнице. А что лестнице? На лестнице, когда наркоманы варили. Да, это я уже сказала. Вот такой был небольшой... Как это называется? Сузам Альфасум. Вот такой был небольшой вывод о городе, мои впечатления. В любом случае, мы поездкой остались довольны, отдохнули, переключили, отключили голову. Все-таки всегда, когда ты оказываешься вне дома, отсутствует вот эта бытовая часть жизни, которую нас, женщины, просто готовы изничтожить все эти домашние дела. Так что, друзья, увидимся с вами в следующем видео. У нас на следующей неделе еще будет маленькое путешествие. Так что, надеюсь, там тоже я для вас что-то поснимаю. До новых встреч и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok